День добрый, друзья мои! Вас приветствует сын турецко-подданного, Колобок Шахерезадович. Сегодня у нас в гостях интересная девушка, которая приехала в Ирландию, начала там работать на очень хорошей работе, но ее земляки сделали так, что она была вынуждена покинуть эту страну и уехать обратно на свою родину, туда, где крайне неспокойно. Но это лучше, чем те условия, которые ей создали там. Какие же это условия и что случилось? Что с погодой? Какие зарплаты? Сколько на аренду? И чего оттуда бегут беженцы? И почему там все так? Ну а как вы сейчас узнаете? Пристегивайтесь, друзья мои, в путь, поехали! Но берем только попутчиков. Злые хейтеры и комментаторы идут в опу! Погнали! Она говорит, скажи Диане, что ей надо возвращаться и к хостам. Что это? И варить борщ. Варить борщ им. Кому им? Кто такие хосты? Хосты? Это спонсоры. Ага. А если он наслаждаться хочет, а не борщ? А, ну, у нее вроде бы только борщ получается. Я не знаю, может быть скрывает. Короче, получается, что она говорит... Ну, это семейная пара. Вдруг это свинги. Ну, может быть, не знаю. Я там свечку не держала. Хорошо, здравствуйте! Расскажите, как вы там в Ирландии? Да, Руслан, я хотела сказать, что приятно познакомиться с вами. Мы сколько смотрели ваши видео, ну, почти все реально очень смешные. Иногда настолько они позитивные, что они просто успокаивают. И вот когда они спится, да, там, воздушная тревога или что-то еще, то вот просто под ваши видео слушаешь ваш юмор. И вот насколько позитивно, что лучше любого какого-то там психотерапевта. Спасибо. Так что очень приятно познакомиться с вами, наконец-то. Мы как увидели, что вам нужно вот это интервью дать, это первое, что сразу пришло на ум, потому что, ну, как мы с вами можем познакомиться еще. Так, хорошо, задавайте тогда вопросы, из чего начать, потому что я не знаю, с чего начинать. А вы сейчас уже в Украине или что? Да, мы в прошлом году выехали после Каховки, когда случилась Каховка, мы с центральной Украины, и вот случилась Каховка, и мы выехали в Ирландию, потому что боялись, что следующее будет АЭС запорожское. Ну, вот это, знаете, в таком трансе, да, в испуге в таком. Ну, АЭС не случилось, но зато случился опыт ирландский. Короче, ехали в никуда, вообще, вообще ничего толком не знаю, только то, что там блогеры что-то говорили, там знакомые. Ну, вот так вот, наобум, ехали с таким расчетом, что если все будет плохо, то вернемся обратно. Ну, побудем, да, там, немножко посмотрим и назад. В общем, все хорошо, все классно приняли, ирландцы, как на наш взгляд, самые дружелюбные среди европейцев, хотя они и не европейцы, они, знаете, обусоблены как-то, а остров, оно, наверное, все-таки сказывается по-другому. Это не немцы, это не голландцы, не французы, не, ну, неважно кто. Мы, кстати, много путешествовали до войны, много стран Европы объездили, поэтому я знаю, что говорю. Ну, вот эти, такие добродушные люди встретили нас очень хорошо, мы с подружкой поехали. Значит, это она меня подбивала, что надо ехать. Значит, поехали наобум, все сразу, первый день поселили нас в общежитии. Значит, общежитие хорошее, там, такого, квартирного типа, что на две комнаты душ и туалет, и кухня, все классно. Первое, что было в шок, что сразу первый же день дали ваучеры. Ну, во-первых, то, что мы не ожидали, что нормально поселят, потому что до нас и после нас селили в лагеря какие-то там некоторых. А нас вот сразу в общежитие, в студенческое общежитие. А студенты как раз это были уже на каникулах, поэтому повезло. Значит, и вот дали ваучеры на 100 евро каждому человеку. Идите, покупайте еду, что надо в Lidl, и выплаты вам будут через две недели. И действительно, через две недели уже сразу были выплаты. Это было на месяц 880 евро. Значит, ну что, за первые два месяца, которые мы жили в этом общежитии, мы вкусили вкус, познали вкус, вернее так, да, ирландской жизни, с ее дождями, с ее холодом вечным. Летом это куртки, кроссовки, костюмы, постоянно, ну, ветровки, конечно, но все равно. Кусочек солнца надо было ловить, постоянно где-то бегать, чтобы за ним бегать. Без зонтика никуда не выйдешь. Много украинцев, много с Одессы было, много с Центральной Украины тоже, с Западной Украины. Мы бабушки, дедушки, все поняли вкус жизни на этих выплатах, знаете, не обращали внимания на эти дожди постоянные. Нам очень повезло с соседями, в кавычках, потому что была молодая пара, которая запрещала слушать шансон русский, Шатунова и так далее, потому что это все рашизм. Ну, короче, чтобы их не видеть, не слышать, то мы постоянно ходили в спортзал и в бассейн. За свои купили абонементы, они были чуть дешевле для украинцев. И вот классно проводили время каждый день. Два с половиной км в одну сторону, два с половиной назад. И вот так проводили эти два месяца, как могли, спасались от соседей. Ну, скажем, пришли одними людьми все, а потом стали другими. Вот как-то, знаете, поначалу все такие были дружественные друг к другу, держались какой-то одной или с каких-то там компаний, с Каи. А потом началась вот эта вражда непонятная, наверное, от безделья. Ну, через два месяца нас переселили в другое место, тоже общежитие студенческое. Это уже был большой город, Корк. И там в студенческом общежитии мы так жили еще шесть месяцев. Ну, там общежития были лучше. В комнате уже у каждого был душ-туалет, кухня общая. Давали выплаты, все классно. Кроме одного, кроме нашего украинского менталитета. Это, знаете, как говорят, большая лягушка-жаба. Она все задушит. Задушит все хорошее. Если не кого-то, то что-то. Ну, в данном случае постоянно чувствовалось давление на тех, которые вырисовывались с этой общей массы. Потому что какой-то парадокс получался. Вот если ты работаешь, в данном случае я работала на фирме, потому что я знаю языки. Вот меня взяли, у меня хороший английский, взяли менеджером, переводчиком. На англоязычную публику, там немцы немного, я с немцами работал. Вот это, значит, ты работаешь, значит, тебя надо щебить. Подружка работает, ее тоже. Ну, вот мы спасались работы, убегали на ту работу, прибегали уже без задних ног, ничего не хотя ни от кого. Короче, украинцы выживали, вот таких, знаете, которые что-то могут, что-то хотят. И при том, знаете, какие-то там более-менее интеллигентные, да, недеоспособные особи выживали как могли. Со стороны ирландцев не видно было какого-то разграничения между людьми. Вот они настолько дружественные или хотят быть дружественными, что они вот, ну вот неважно, тот пьет, тот бездельничает, а этот работает, ну и пусть. Ну, то есть администрация общежития никак не реагировала на то, что там какие-то жалобы, да, были, что вот не дают спать элементарно, придешь с работы, хочешь поспать, нормально, нет, тебе не дадут. Эти же стенки, они все гипсокартонные. И вот надо будить специально среди ночи, хлопать дверьми, кричать, ну такое. Еще гарду, полиция, эта полиция постоянно приезжала, иногда через день приезжала, или каждый день по несколько раз, потому что драки, пьянки, украинцы уже настолько были, зажрались, что они потеряли адекватность. Вот дают деньги, то и дают, и хорошо. Это же не немцы, это же если бы в Германии замели полицию, там не отмоешься. А здесь это так, уже ту гарду никто не боялся, что она приезжала, даже дети не боялись. Ну это все начало надоедать, усугубляться, стеснение никакого ни у кого, администрация не реагировала, все как-то на самотек, и мы начали думать, когда же уехать. Еще, знаете, вот поражалась всегда тому, что настолько наши люди умеют бездельничать. Ирландцы же, они не заставляют ходить на курсы, ну по крайней мере там у нас не было такого, что кто хотел, то ты ходил, кто нет, то просто сидел дома. И они не на курсы, не гулять, не работать, ну ничего, только за выплатами. И когда-то может быть еще магазин, ну кроме Лидла, там какой-то шоппинг устроить. Плюс так все, знаете, печально, все дальше, дальше становилось более печально, потому что на кухню, когда не зайдешь, эти женщины, мамочки с детьми, знаете, детей куда-то сплавить, а с вами постоянно что-то жрут, эти пироги какие-то постоянно пекут, съедают их за пару раз, снова пекут. Это же все, знаете, там Красный Крест давал много помощи, то есть бесплатно еду давали. Так они так обнаглели, что они писали, ой, нам надо помощь, бесплатная еда. И им давали постоянно, они выплаты не тратили. Потом некоторые начали ходить, попрощаничать вместе с бездомными ирландцами, где обеды бесплатно давали каждый день. Вот это они ходили еще за обедами туда, чтобы ничего не тратить с выплат. Но это такое убожество. Так вот, знаете, смотришь было и видишь, какая идет деградация. Ты просто помнишь, какими были люди по приезду и какими стали. И вот это жадность, это зависть. На кухню было зайдешь с утра что-то приготовить, так не дают, потому что там то плиту занимают, то выживают тебя как могут. Любыми методами. Сколько было, знаете, такого, что... Хотелось просто дать морду. Вот если бы я была в Украине, я бы там положила не один раз некоторых. Ну, а там же нельзя ж, нельзя ж не материться, не биться, ничего нельзя. И вот мы уехали в марте, получается. Да, в марте уехали. И очень рады. Очень рады, что мы сбежали. Сейчас Ирландия решила платить только 39 с копейками в неделю. И трехразовое питание, значит, какую-то там похлебку будут давать. И будут всех сгружать в какие-то лагеря или какие-то там вот эти замки, кассидры, соборы их, вот это по 20-30 человек в одной камере. Ну, тогда тоже, кстати, многие так попали на такое жилье. Это нам так повезло, как оказывается. А то многие сразу так расселили многих. Ну, они выплаты имели, но сейчас это будет туго. Сейчас многие уезжают поэтому. Ну, и будут уезжать. Это новшества будут, сказали, где-то к середине лета уже. Вот такие. Потому что закон этот есть. И вот ждут, чтобы он пошел в силу. И их новый премьер, который сейчас, он сказал, что Ирландия должна быть для ирландцев. Украинцы пусть работают. Если нет, пусть сваливают со стороны. Ну, они хотят еще палестинцев взять себе. Я говорила с одной женщиной, она говорила, да, мы реально хотим палестинцев, потому что они, если приедут, то они назад не свалят. Нам нужны люди, нам нужны дети. У них много детей рождается. Значит, и они не свалят. Куда же они в Палестину будут сваливать? А ваши, как не в Украину, то еще куда-то уедут. Ну, вот уже ирландцы поумнели, скажем так. Ну, что могу сказать о Ирландии? Классная страна, но климат ужасный. Это, знаете, вот если в Германии кто-то говорит, что холодно, то там в натуре жарко по сравнению с тем, что в Ирландии. И отсутствие медицины, как таковой, очень страшно попасть туда, потому что все нормальные медики уехали в Америку или уезжают. Состоятельные ирландцы ездят лечиться во Францию, как оказывается. А те, которые нет, то не лечатся как-то. А, бегают голые. Ну, не совсем голые, хотя видели совсем голых среди улицы. Зимой, то есть для них это норма. Если мы идем плотно одеты, то они в шортах, просто в футболках и бегают вот так вот. А еще что достало? Это их меньшинство, естественно, и марихуана на каждом шагу. То есть вот в Европе, да там сколько раз были везде, но такого не было, скопления обдолбанных. А там как-то оно постоянно на каждом углу воняло. И малолетки эти обкуренные, бабушки, дедушки, которые себя ведут тоже не совсем адекватно. Пол головы покрашено в зеленый, пол в розовый. Ну, поначалу это очень смешно, а потом все это раздражает. Это когда усталость накапливается, это все, уже понимаешь, что уже тебя, они просто, ты их раздражаешь, а не тебя. Ну, вот знаете, все должно быть в кайф, поэтому если уже даже деньги не радуют, ну, смысл там сидеть. Ну, вот как-то так. И мы вот прибыли, у нас эти карточки остались, они действующие. И мы их не будем закрывать, пусть будут пока. На 10 лет, кстати, ID-карточки дали на 10 лет. То есть, если человек вернется, ну, там не будет какой-то социалки, или, может быть, вообще не будет ничего. Ну, на себя тогда иди работай, ну, пожалуйста, можешь жить. В этом случае, конечно, очень классно, круто, что 10 лет у тебя в запасе и сперед, и с песнями. То есть, это получается настолько богом забытая, промерзшая земля, что они уже рады, что хоть какому-нибудь беженцу? Они не столько промерзшие, а прокисшие, скажем так. Потому что у них дожди постоянно. Это очень утомляет. И я понимаю украинцев, которые не идут на работу, а те, которые могли бы и хотели. Потому что транспорт, как такого транспорта нету, когда валит дождь, как стена. И у них нету такой инфраструктуры, как в Германии. Это же у них все растянуто. Надо ехать там автобусами, поездами, какие-то сотни километров, если куда-то добираться, да, или километры. Все рассчитано на то, что ты должен иметь машину. Много украинцев купили там машину, какой-то там старые машины, потом за страховки еще много платили, ремонтируют их постоянно. Это же у них другое движение, как называется, левостороннее, да? Да, да. Если вот другое, как в Англии. Ну вот такое. И рассчитано на это. Очень много больных детей в них рождается. Это такие вот аутисты, дауны есть разные. Ну очень много. Такого нигде в Европе мы не видели. Вначале мы не могли понять, почему. Одни говорили, что из-за того, что... Связи, это острова, там связи. Я видел такое в Скандинавии. Это очень часто, прямо очень много. Поэтому так, да. Ну еще то, что им аборты не разрешали делать. Я не знаю, там когда, в 90-х разрешили или в 2000-х. То есть по накаду так и рожают, ну вот, да, не консультируясь, что там, как. Ну снова же, медицины нету, чтобы делать диагностику вовремя. И плюс у них настолько все адаптировано, вот по таких детей, что с них делают людей, чтобы это был человек. Берут на работу, на какую-то нормальную. То есть лояльное отношение. Вот те украинцы, которые выехали с больными детьми, им там комфортно. Детей там развивают. Нормально говорят, понимают, сами передвигаются. Но суть в том, что... Почему так? Потому что у них в земле на поверхности много гранита. И идет испарение от этого. Газ от гранита получается. И вот эти радоновые испарения, если в больших количествах, если постоянно, то это, ну вот, природная радиация, но которая влияет плохо, если ее много, как обычно. Так подождите, вся Норвегия, вся Швеция в этом граните, в этих горах? Ну, я не знаю, чем он отличается. Может быть, в зависимости от того, настолько он близко к поверхности Земли. Может быть. Я не знаю, потому что, если вы наберете в Google, наберете, что радоновая карта Ирландии, например, то вам прям покажут в цветах, насколько, где больше его. И насколько это опасно для здоровья. И вот я читала, что если, ну вот как украинцы, да, приезжают там люди с больной психикой, или там просто физическое истощение, эмоциональное, в начале от радона им очень классно. Они успокаиваются. Это благотворно влияет. Но потом, со временем, они чувствуют уже, что это перебор. Вот все-таки этот климат и плюс этот радон, да, чувствуется. Даже вот говорили ирландцы местные, что их старые дома, они понят настолько этой радиации, что они их бросают. Раньше никто не обращал внимания, никто этого не знал. Потом, когда эту тему подняли, и вот начали уже обращать внимание, где сколько радиации, и, соответственно, продается девушево этот дом. Многие украинцы купили, покупают там, випотеку эти дома, потому что им все равно, чтобы иметь только недвижимость. И, может быть, еще это воздействие, к тому же, ко всему этому, еще это воздействие на детей. Я не знаю, я не могу ничего сказать о Скандинавии, никогда там не была. Но вот то, что увидела в Ирландии, это реально страшно, что вот столько больных детей. Поэтому оставаться там постоянно как-то и не хотелось. Хотелось просто пожить, посмотреть опыт, приобрести деньги снова же. Потому что, например, я знаю, что в Германии на такую работу меня бы не взяли вот так вот легко. Хотя у меня и немецкий хороший. А ирландцы даже диплом не смотрели. Они вообще вот так вот пришла, поговорила, понравилась менеджеру, HR-менеджеру. Все, есть место, иди работаем. Покажи себя в процессе. Какие там зарплаты? Минималка тогда была 1800 с копейками. Да, это чистыми. А потом подняли до 2200 вроде бы как. Но у меня не подняли, потому что я была на контракте вот на полгода, на такую сумму. Все, сказали, будешь на постоянный контракт, и потом уже будем, больше будет. Скажите, а? Так как я... Да, да, да. Да. Ну, а так как у меня закончился контракт, я решила уезжать, то вопрос не стал. Хотя они не хотели отпускать. Они хотели, чтобы оставалось дальше и работало, потому что им выгодно, потому что за такую работу они своим или кому-то с Евросоюза платят больше. Вот, сколько там зарплата нормальная, вот меня интересует, да. Ну, вот нам, там, Винтрео, это центры, где вот по беженцам, вообще по социалке. Винтрео переводчик говорила, что в Корку самая хорошая зарплата, у них же три больших города, Корк, Лимарик и Дублин. И вот она говорила, что в Корке самая большая зарплата среди этих городов, и можно рассчитывать на 3 500, 3 тысячи, вот так вот. Но я не знаю, может быть, это в айтишников или там у тех, которые уже долго работают на постановом контракте. Но я знаю, что у меня не было бы таких денег, все равно, если бы я даже осталась. Это, ну, может быть, подняли бы там на каких-то пару сотен евро, ну, там, 2 400, я думаю, это максимум. Я понял. Я понял. А подскажите, пожалуйста, а вот другие беженцы украинские, ну, были же, понятно, ну, хорошие, нормальные, кто-то устроился нормально там на работу? То, что я видела, это же мы в общежитии жили все как на ладони, то основная масса пошли работать на склады, это по сортировке овощей, зелени, еще там некоторые на земледельческие работы, тоже есть там за деревьями ухаживать, что-то еще такое, на земле работать. Потом основная масса еще на уборку отелей, потому что они всех туда хотели запирать. Ну, вот не важно, какой у тебя английский. Вот моя подружка, например, у нее очень классный английский, но она без диплома, хотя мой диплом тоже никто не смотрел. Ну, ей постоянно предлагали только уборку. Она говорит, да я хочу в магазине продавцом работать. Нет, на уборку. Она упрямилась, но потом она бегала, бегала и сама нашла. То есть социальные службы не помогают искать работу. Вот то, что со мной бегаешь, там и все. Она нашла работу продавцом, работала в магазине бытовой техники. Нормально все. Ну, да, ответственность была большая, за кассу отвечала тоже, переживала, ну, ничего, все нормально. Ну, тоже только минималку платили и иногда какие-то еще бонусы, какие-то премии. А много народа уехало? Когда мы выезжали, то уже начался этот движ, потому что уже говорили, что вот будет уменьшать выплаты. Потому что с нового года они сначала поменяли вот такие 39 с копейками и начали платить новоприбывшим. То есть те, которые украинцы пребывали только вот. И мы знали, что это будет тенденция и далее усугубляться. Ну, вот некоторые уезжали в Германию. У нас знакомые, которые мечтали быть в Германии изначально, но что-то не получилось. И они вот нашли хостов, спонсоров в Германии и переехали. Им дали квартиру и это. И они говорят, пусть будет меньше выплата, но зато там больше работы. То есть в Германии все говорят, что больше работы, больше выбор. Нету вот этих длительных дорог, куда-то ехать можно на общественном транспорте, нету этих дождей, не страшно. потому что там такой дождь в Ирландии, что если ты попадаешь в такой вот дождь и вовремя не доедешь на автобусе, то приедешь домой вообще мокрый полностью, вот до того, что и плавки будут мокрые. То есть это вот настолько это тяжело. Поэтому многие украинцы, они побоялись, может быть, по состоянию здоровья боялись, потому что медицины-то ноль. И вот на уборку, на уборке, кстати, они платят очень мало. Сколько знакомых говорили, что это так, знаете, 8 часов каждый день, какие-то там выходные, день или два, 1600, это еще много, если платят. А то 1400, кому как. Много арабора. Вы понимаете, почему? Бог с той уборкой, все понятно, с зарплатами я понял, вопрос закрыл. Знаете, почему там такой контингент собрался? Потому что туда поехали самые жадные. Вот как я встречал в Скандинавии, люди понимали, что там дожди, что там холодно, что там пальмы не растут. Но они же загуглили, они же загуглили, что там 900 евро, там 1700, там 550. И вот все, кто не хотел работать, самые вот такие, ну, самые жадные. И туда поехали. А кто хотел работать, поехали в другие страны. Вы знаете, я вот это, себя спрашивала, почему я не уехала в Германию. Я бы со своим немецким сразу, если бы уехала в 22-м году, как мне подружка предлагала, я бы уже там давно устроилась. но я тогда еще не думала вообще уезжать куда-либо. И я не хотела. Потом это все дальше и дальше стало тяжелее с жильем. И я спрашивала ее, ну, вот как, вот в прошлом году можешь помочь или кто-то, как-то, нет, вот эти лагеря, то есть все говорили, однозначно, если никто тебя не поможет, да, спонсоров не будет, то это будет лагерь на неопределенное время. Мне пугало, что лагерь. Ну, здесь тоже можно было бы оказаться в каком-то месте. Ну, я вот по статистике знала, что меньше таких случаев. Все-таки больше расселяли в общежитии, в отеле. Очень много было в отелях, в хороших отелях с питанием. И там у них забирали 300 евро только на питание, а то получается 500 с лишним еще оставалось. И это же после них убирали все, да, там их кормили, возили с ними. То есть вначале Ирландии было очень классно. Те, которые приехали в 22-м году, все говорили, что очень классно. Они развлекали мэры городов, забирали украинцев, возили куда-то там, показывали ту Ирландию, все это бесплатно. Потом меньше, меньше, меньше. А сейчас вот это в этом году они хотят все поменять. И чтобы остались только нужные люди, те, которые реально хотят жить в Ирландии, ну и соответственно работать. Ну это правильно, я считаю, потому что ну сколько можно. Абсолютно поддерживаю. Ой, давайте я вам скажу, как вот моя подружка, еще одна, которая осталась в Ирландии, как она у хостов живет. Вот только с ней говорила. Она говорит, Юля, у меня мои хосты, это она говорила, ну, второй моей подружке, та с ней говорила по видеосвязи, она говорит, она говорит, скажи Диане, что ей надо возвращаться и к хостам. Что это? И варить борщ. Варить борщ им. Кому им? Кто такие хосты? Хосты? Это спонсоры. Ага. Да. А если он мастерство хочет, а не борщ? А, ну, у нее вроде бы только борщ получается. Я не знаю, может быть скрывает. Короче, получается, что она говорит, ну, она, это семейная пара. Вдруг свинберг. Вдруг это свинберг. Ну, может быть, не знаю, я там свечку не держала, конечно. И вот она говорит, я им варю пять литров борща, и этот хост, этот ирландец, съедает его, не знаю, за сколько раз, еще и кричит, о боже. И вот это все. И вот, говорит, все, я убегаю, чтобы не слышать, как он в восторге от борща, потому что я понимаю, говорит, что надо еще потом варить. Ну, вот они договорились, что да, нормальные условия, но надо, чтобы она еще и готовила им. вот так вот. Понятно. Ясненько. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Тогда будем на связи с вами. Да, спасибо вам. Спасибо за ваши видео прекрасные, за ваш позитив. Знаете, так классно слушать и понимать, что все еще не потеряно, пока украинцы могут так вот шутить и над собой, и над кем-то, да, и успокаивать, даже если у себя на душе не очень, так вот, успокаивать вот таким юмором, как ваш, то это очень круто. Спасибо. Держитесь там.